Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые видеослушатели нашего видеоканала. Сегодня прекрасный солнечный день, 26 марта 2022 года и воспримите это видео как шуточное. Сначала начали шутить наши айтишники, ребята, девочки, потом в общем это распространилось на всю лабораторию на все отделы. И когда мне показали, я был просто поражен, офигел, прямо вам скажу. Давайте перейдем с нашей главной страницы нашего сайта в раздел наших контактов. Изначально, повторюсь еще раз, это была шутка наших айтишников. Они мне сказали, а что, Виктор Николаевич, вот есть пасхалки в каких-то программах, там в Word есть пасхалка, там в Photoshop есть пасхалки, почему бы у нас на сайте не быть пасхалком. Они взяли и сделали, потом мне показали, мне эта идея очень понравилась. Одним словом, смотрите, у нас есть таблица контактов, мы тут все такие себя раздуваем щеки, все дела. Кроме того, айтишники добавили еще одну, а еще один столбец. Дорисовали вот такие вот значки, подписали этот столбец гимны и отделы персоналей, вот, и, соответственно, они к каждому значку прикрепили музыкальную композицию. Они прошлись по всем отделам, поговорили со всеми сотрудницами, пробежались там в бухгалтерию, сбегали там, к юристам зашли. В общем, ко мне зашли, пытали меня долго, я сначала понять не мог, ничего не от меня хотят. Потом, значит, пошли там по всем, короче, инстанциям в нашем лаборатории, всех обошли. Я переслушиваю эту музыку. Они очень, ну, видимо, они скопилировались с психологами и, соответственно, подобрали очень-очень хорошие композиции. Прослушивая их, эти композиции, несколько раз, причем, там, с периодичностью через несколько дней, я все больше и больше убеждаюсь, что тут дело не чисто. То есть, они тут разобрались, подошли к этому делу очень нетривиально, очень творчески. Одним словом, я могу бы, мог бы сейчас запустить и послушать эту композицию, но вот если ткнуть на любой значок, но в нашем разделе контакты, вы можете услышать, вот они называли гимны отделов и персоналей. Я так думаю, что тут частично, ну, в процентном соотношении, наверное, ну, ладно, пускай будет 50 на 50. 50% это руководители персоналей, так скажем, да, то есть кто возглавляет экономические, юридические отделы, а 50% это некое коллективное творчество. Я вот похохатываю, но действительно очень получилось смешно. Обычно там на сайтах заходишь, там есть и там контакты, понятно, телефоны, адреса, имейл, почта и так далее. И такие серьезные дядьки в пиджаках с карманами. Ну, все хорошо, все правильно, чем мы в игрушки играем, делами занимаемся, но иногда неплохо и пошутить. Одним словом, решили сделать айтишники, что, подходить к человеку и говорить, дайте я вас фотографирую. Да нет, я сегодня не причесанный, я там, значит, без макияжа, там мужики вроде, да что вы меня-то, вон идите девчонок фотографируйте. Я знаю, кто был инициатором этого всего мероприятия. Я тоже сейчас о нем скажу. Вот. Тоже, как бы, немножко вводит людей в ступор, в смущение, в диссонанс когнитивный какой-то. А тут вроде бы как вот Вороздин Виктор Николаевич, если нажать вот эту кнопочку, значок вот этот музыкального ключа, то прозвучит моя любимая композиция. Конечно, мои коллеги ее знают, и они с легкостью сюда ее прикрепили, пришпандорили. Здесь у нас кимн лаборатории получился. Вообще, в целом, центра, наверное, у нас работают возрастные люди, и ближе за 50 и к 60 работают и совсем молодые ребята, девчонки. У нас очень хорошая команда, я просто доволен и счастлив. Вот. И они, конечно, не обошли это все стороной. Меня тут прикрепили, мою музыку. Они ее знают. Значит, Иванова Юлия Сергеевна, Юлечка, замечательная наша руководитель отдела, организационного отдела. Наша мать-кормилица, мать-тереза. Само спокойствие, само изящество, красота, разумность. Более разумной психологини в этой жизни я не встречал. Работает она у нас одним из старейших сотрудников. Ну, у нас есть сотрудники-юристы, бухгалтеры у нас, Татьяна Михайловна и Оксана Александровна. Они, конечно, возрастные женщины. Но вот Юлия Сергеевна, работающая непосредственно как бы в коллективе, да, вот с молодыми людьми, айтишниками, психологами, она, конечно, выступает для них, ну, всем. Куратор, вот знаете, как хороший куратор. Каждый из вас наверняка учился в институте и была такая вот кураторша. У кого-то, может быть, веселая и добрая, у кого-то не очень. Вот у меня воспоминания такие хорошие от моего куратора Татьяны Григорьевны. И даже сейчас помню, как вот у меня в институте медицинском был куратор Татьяна Григорьевна. Вот. И вот Юлия Сергеевна для всей лаборатории выступает поистине человеком таким связующим звеном. То есть решает все проблемы. Такая решала. Вот просто в любых вопросах, как в организационных каких-то, там, в вопросах бизнеса определяющих. То есть моя правая рука Юлия Сергеевна Иванова, конечно. И у нее есть тоже своя композиция. И мне кажется, ребята очень здорово подобрали эту музыку. Для нее она подходит на 100%. Конечно, не обошлось без вообще нашей звездочки Лазари Диана Вадимовна. Это не молодая девушка, уже девушка. И они подобрали и такую композицию, что вы заслушаетесь. Это классика. Это необычный человек, очень воздушный, очень быстрый, очень улыбчивый, веселый. И, конечно, музыка ей более чем подходит. Несомненно. Несомненно. Ну, смотришь ты на фотографию, ну, видишь, да, там, глаза, уши, прическа, там, хорошо. А вот когда ты слушаешь музыку, ты вдруг начинаешь проникаться состоянием человека. Вот что он из себя представляет. Вот ни одна фотография не передаст, как это ни странно звучит, ни одна фотография не передаст то состояние отношения к человеку, которое мы испытываем. И вот это коллективное творчество наших молодых сотрудников лаборатории, да, то есть мальчиков, девочек, ну, относительно молодых, понятно, все с высшим образованием уже все. То есть детей у нас нет с высшим образованием, психологи, айтишники, девочки, мальчики. Они, конечно, проявили себя с удивительной стороны, точнейшим образом подобрав те композиции, которые отражают как персоналии, так и работы, работу отдела в целом. То есть, если говорить о психологах, молодые психологини, гордые и красивые сами собой, молодые ребята айтишники, в общем, у нас там полный бедлам, полный это. Но это настолько воодушевляет нас, людей, меня, как человека более возрастного, моих непосредственных руководителей, в частности, вот, Лазариди, Анну Вадимовну, Юлию Сергеевну. Он воодушевляет этот молодой коллектив из 25-летних, 30-летних молодых людей, которые у нас тут живут и властвуют в нашей лаборатории. Очень интересная, очень необычная атмосфера, она царит. И этим мы пользуемся все, как руководство лаборатории научно-прикладного центра АКМЭ, так, конечно, и сами сотрудники, сотрудницы, молодые психологини, молодые айти-специалисты. Ну и, соответственно, как же мне упомянуть, Семена Андреевича, Семена, это заведующий начальник IT-отдела специалистов, под его руководством несколько человек работают, у нас мы там разрабатываем сайты, программное обеспечение в рамках психологии и так далее. Это надо, Семен Андреевич, музыку надо слушать. То есть он был, наверное, инициатором всего. Он, так скажем, выступил, как человек такой, заводило все это мероприятие. Вот такая не скрытая, а открытая пасхалка. Вроде серьезное дело, там бизнес, деньги, все, да. А вот он предложил, давайте мы расскажем о наших людях вот в такой форме, поставим музыку им соответствующую. Эта идея, конечно, вообще зашла на все 100, на все 1000 процентов. Давайте я попробую показать вам, как это происходит на примере Семена Андреевича. Нажму на значок, вас будет перекинуто на облако Mail.ru. Ну, колоночки у меня включены. И, соответственно, вам предложится воспроизведение. Так, звук. Ну вот, это Семен. Семен Андреевич. Молодой человек, под руководством которого несколько IT-специалистов. Тут же вокруг них крутятся психологи, психологини наши. Молодые сотрудницы. В лаборатории очень весело бывает. Но работа прежде всего. Продолжается бой. Ну вот, я надеюсь, меня YouTube не забанит. За то, что я вот запустил, я что-то не сообразил сразу. Ну, если забанит, что поделать. Тогда забанит. Одним словом, у каждого отдела, у каждой персоналии есть вот свой значок музыкальный, который может охарактеризовать... Надеюсь, меня не забанят за то, что я запустил композицию Гленна Миллера. Такая вот шуточная мартовская видяшка. Предлагаю вам зайти. Вы удивитесь, что под этими значками скроется. Вы услышите и гимн лаборатории, и мой гимн Бородина Виктора Николаевича, и Юлии Сергеевны, и Анны Вадимовны, и Семена Андреевича. И их подчиненных, бухгалтеров, экономистов, юристов, Татьяны Михайловны, Оксаны Александровны, и, конечно, Семена Андреевича. На этом все. Благодарю вас за внимание. Заходите на наш сайт, развлекайтесь. У нас можно не только поработать, но и отдохнуть. Всем удачи, хорошего настроения, настоящей весны в вашем месте, где вы живете, чтобы все у вас было хорошо в жизни. На этом все, и удачи вам!